Республика Беларусь 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 и с нетерпением ожидала суда, потому что я реально надеялась там согреться. Суде шло очень быстро. Фактически моих свидетелей не слышали, что они говорят. И Юре дали 10 суток, мне дали 5 суток ареста. Вот тогда я потеряла самообладание, у меня уже просто сами текли слезы, я ничего не могла поделать, их просто было настолько много, я вытирала, и они все равно текли. Моя мама пыталась взять меня за руку, успокоить, и они просто текли, я просто ничего не могла поделать. И нас обратно посадили в машину и увезли в РУБД. И вот когда ты заходишь опять, вот мне дали 5 суток, и я понимаю, что я ничего не могла. После того, как я ее выпустили, я не имела проблем на праце. А ли великая колькость людей, что принимают удел о таких мероприемствах, страчивают свои працованные месяцы, и их выключают из университета. Праз некальки месяцев пасля гэтага арышту, яна отправился на год волонтерам у Германию, у грамадзянский центр Бенна Хаус. Пасля практики, до гэтага часу, яна працую няней, и мая в планах отрымать эдукацию немецчинь. Прыклад за арыштам Инги показывает, что право на свободу слова и сходу, хоть и объявлено у Беларуси, але не реализуется. У большинств европейских краин ситуация значно адрознивается. Наприклад, у Германии Конституция гарантует людям право проводить сходы и выказывать свои думки, коль яны мирны и без сброй. И гэта право ажитявляется. Вы повинны просто потелефановать у полицию и передать информацию об вашей демонстрации. И она у любым выпадку будет дозволена. Полиция присутненьше на демонстрации, але знаходзіца там дзеля бароны людей и нагляду за ситуацией. Хэта толькі адзин со шматляких прыкладав порушэня свабоды слова и сходу в Беларуси. Не глядзэшы на тое, што в Беларуси яснуя великая колькасть обвешэнных у законах правоу и свабод, яны не реализуюцца. Тем не менш, люди не повинны бояться выказывать свои думки и громадскую позицию. Мусяць быть актывными громадзянами. Нужно не бояться, нужно знать свои права и бороться за них. И тогда мы победим. Субтитры создавал DimaTorzok